Мой рост 164 сантиметра. Не сложно представить, насколько этот борщевик сосновского выше меня. Ну, где-то, наверное, сантиметров на 80 метр. Когда-то это растение решили выращивать в промышленных масштабах, чтобы кормить коров. Тогда даже представить себе не могли, каким, ну, можно сказать, экологическим проблемам это приведет уже в 21 веке. Борщевик живой изгородью отделил Нарасановские поля от дороги. Машины здесь не редкость, это известные дачные места. А значит, борщевик тут лишний. Его сок – серьезная угроза для здоровья людей. Попадая на кожу, он делает ее беззащитной для ультрафиолета. При попадании, там, может, дыхательные пути и на кожу вызывать сильнейшие ожоги. Особенно в период, там, цветения и в теплое время года. Кубинка – лидер своеобразного антирейтинга по количеству борщевика. На одной позиции с ней Никольская и Большие Веземы. Именно в этих поселениях борьба с ядовитым сырняком идет активнее всего. Средства на эти цели выделили не только муниципальные власти, но и Минсельхозобласти. Сначала обрабатывается механически, механическим путем для достижения наиболее эффективного результата. Потом дальше уже обрабатываем специальным составом, чтобы исключить возможность повторного появления. Борщевик – растение живучее. Одним ядом его не уничтожить. Поэтому сотрудники племхоза Нара Осановский используют гремучую смесь Торнадо 500 и Анкора 85. На борьбу с сырняком выходят во всеоружии спецкостюм, респиратор, перчатки, резиновые сапоги. Обязательны. Заправляем ручной опрыскатель смесью двух препаратов Анкор 85, который уничтожает борщевик, и Торнадо 500, который не дает ему расти, быстрее высушивает растение. Заправляем аппарат и проходит человек, обрабатывает лиственную поверхность препаратом. После чего в течение двух-трех недель борщевик перестает полностью расти и потихонечку засыхает. За два часа борщевик впитает в себя яд, но его действие на сорняке станет заметным лишь пару недель спустя. Правда, химикаты действуют неизбирательно, при попадании убивают все живое. Поэтому на сельхозземлях применять их нужно осторожно. Опрыскивание должно происходить со стороны поля, чтобы не затронуть культуры. Эту площадь обработали в мае месяце, в конце мая. Семен он больше не дал, начинает потихонечку засыхать. Значит ли это, что здесь борщевика больше не будет? В следующем году, если новые семена не придут, то в следующем году он не взойдет. Сейчас борьба с борщевиком в Одинцовском районе находится в активной стадии. Из 115 гектар, на которых он произрастает, 70 уже обработаны. К концу августа должна быть одержана окончательная победа над ядовитым сорняком. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.